Всего несколько лет. Пожалуйста, вам танцующий японский журав. Ну, для того, чтобы рука пошла так свободно, надо сначала, во-первых, перестать ее бояться, перестать думать о себе, что у вас ничего не выйдет, перестать бояться бумаги. Вот к этому столь. Дойдем. Вот сюда. Ну, подходите, подходите, блин. Берите, смотрите. Вот с чего начинают примерно с какого уровня ребята в восьмом биологическом классе, которые приходят. Идея понятна? Вы считаете, что они не умеют рисовать? А вот сейчас вон на том стали. То, как они рисуют к концу года. Вот это все текстовая работа. А вот это и масти зачетные. Это те же самые люди. Можете брать листы, смотрите, потому что интересно. Ради Бога. Разница есть? Есть. А люди просто перестали бояться. Ну и получили, конечно, ряд технических наук. Разобрались с тем, как решаются, какие задачи. Это уже профессиональные совершенно умные. Ну или вот это, на самом деле, очень сложные композиционные вещи. Часть скелета. С черепами проще. Череп, он один монолитный. У него нет отдельных частей. А вот попробуйте конечность изобразить. Так, чтобы и пропорции были соответствующие. И все углы выдержаны. И разворот понятен. И чтобы можно было... Вы ведь понимаете, что вот на этих рисунках, да, их можно прямо включать биологически определительно. Вполне серьезная литература. Здесь каждый зверь, каждая косточка просто опознаются. Опознаются профессионалами. Ну вот, если хотите попробовать слегка усовершенствоваться на этом пути, ну а после становится реальным вот это, надо поверить в руку. Надо получить некоторое количество навыков. И дальше все станет реальным. Идея понятна? Чтобы упростить задачу. Решать бесконечно сложные задачи, конечно, занятие интересное, но малопродуктивное. Если не умеешь, то это же просто решить. Поэтому работаем мы с натурой. Вот в этих шкафах коллекция. В коллекциях можно копаться. Только с одной поправкой. Просьбой-требованием. Костный материал очень хрупкий. А материалы здесь в коллекциях часто уникальны. Так что, пожалуйста, поаккуратнее. Коллекция эта многострадальная. Они выдерживают 20 лет прямого попадания биошкольников в них. А это далеко не каждая коллекция выдержит. Поэтому приходится их, конечно, реставрировать в конце каждого года. Но я очень не люблю слепков. Так что все материалы, конечно, только натуральные. Законный вопрос, откуда берутся? Из моих экспедиций. А затем из экспедиции моих учеников. А затем из экспедиции учеников моих учеников. И так далее. Так что приток достаточно широкий. Чем мы сегодня с вами займемся? Мы сегодня с вами посмотрим, на каком вы свете. Просто. Каждый из вас. Бояться ничего не надо. Нет человека, который не умеет рисовать. Вот сейчас вы по своему желанию выберите набор. Так. Сейчас полезем в коллекцию. И вот так, как вы рисуете, попробуйте ее зарисовать. После того, допустим, вот на эту вашу первую работу полчаса. Так. После этого разбор полета. Все первое целое. Продолжение следует...